Добрый день, уважаемые онлайн-слушатели! Меня зовут Сергей Багрий. Я менеджер-аналитик официального партнера компании Alpari в городе Киршинево, Республика Молдова. Если меня хорошо слышно и хорошо видно, подтвердите, пожалуйста, одним плюсиком. Отлично, вижу вашу реакцию, вижу ваших плюсиков. Всем большое спасибо. Напомню, для того, чтобы вы могли задавать мне вопросы в чате, вам необходимо будет войти в личный кабинет. А в случае, если у вас нет личного кабинета, вам необходимо будет пройти регистрацию на сайте alpari.ru. Пройдя простую форму регистрации, вы получите ряд преимуществ. Во-первых, вы сможете ознакомиться с различными семинарами и курсами по трейдингу на рынке Форекс. Во-вторых, вы получите бесплатный доступ к аналитике от Alpari, в том числе я до ведущего поставщика новостей в мире бизнеса и финансов Dow Jones. Ну и, конечно, вы получите бесплатный доступ к торговым платформам, благодаря которым вы сможете начать работать и зарабатывать на рынке Форекс с Alpari. Сегодняшний семинар посвящен анализу текущей рыночной ситуации на основе уровня Fibonacci. Сегодня мы с вами проведем анализ по данным валютным парам и металлам и в конце семинара можно будет обсудить все ваши вопросы. А для этого, напомню еще раз, вам обязательно необходимо будет войти в личный кабинет и подключиться к нашему чату. Итак, приступим. Откройте, пожалуйста, график валютной пары евро-доллар. Продолжим оценить ситуацию на рынке. Несмотря на то, что вчера быки подтвердили рост, обновляя максимум понедельника, все-таки на этом все и закончилось. Третьей максимальной цены мы так и не увидели. В случае, если бы сегодня быки в очередной раз обновили максимум вчерашнего дня, то стало бы понятно, что все-таки скорее всего, что тренд продолжит развиваться вверх, в сторону быков. Но учитывая то, что третьей максимальной цены мы так и не увидели, тренд все еще остается медвежьим. Цена все еще остается под давлением. И, как видно, вчерашний рост это всего лишь была такая, скажем, длинная коррекция, но после чего медведи все-таки взялись за работу и начали давить. И вот, как видно, цена снижается. Евро снижается по отношению к американскому доллару. у меня выставлен ордер на продажу с уровня 1.0580. как видно, сегодня не хватило пару пунктов для того, чтобы сработал этот ордер. Ну, я надеюсь на то, что в итоге все-таки цена продолжит снижаться, доллар будет укрепляться по всем основным валютам. и вследствие мы, конечно, с вами увидим достижение наших тейк-профитов. Итак, то, что касается евро-доллара. Я буду продавать с уровня 1.0580. стоп-лосс выше уровня 1.06. Я откорректирую уровень стоп-лосса выше уровня 1.06.40. Ну, а пока что мне больше нечего добавить. Если у вас появятся какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чате. А пока что перейдем к следующей валютной паре. Рассмотрим британский фонд доллар США. По валютной паре британский фонд доллар США. Тренд все еще медвежий. Перед вами выделены те три дня серым цветом, на основе которых мы определили рождение медвежьего тренда и получили подтверждение о том, что тренд продолжает развиваться в сторону медведей. Я также вам хочу сообщить о том, что у меня есть ордер на sell с уровня 1.50.60. Стоп-лосс, как видно, расположен выше волны импульса на уровне 1.51.30. Пока что плавающая прибыль составляет около 15 пунктов. Ну и перед тем, как мы с вами определим дальнейшие цели, давайте мы с вами определим следующие волны импульса, коррекции. Итак, после того, как в понедельник бокам удалось откорректироваться, после того, как цена немного выросла, была еще одна попытка сменить направление тренда, но в итоге это и не удалось. Олег пишет, большой стоп-лосс по фунту стоп-лосс составляет 70 пунктов. Олег, на самом деле я стоп-лосс не выставляю по минимальному размеру, чтобы мне было удобно, чтобы в случае, если цена пошла против, чтобы я меньше потерял. Я стоп-лосс выставляю по определенным правилам. И благодаря этих правил мне удается остаться в рынке. Я вот даже далеко не буду ходить. Вчера, после того, как был открыт ордер на продажу, посмотрите, цена пошла против. У меня стоп-лосс был выставлен выше волны импульса на уровне 1.5030. И вот буквально не хватило пару пунктов для того, чтобы сработал стоп-лосс. Цена в итоге развернулась, не только развернулась, у нас сейчас даже небольшая плавающая прибыль. Если бы я стоп-лосс выставил где-нибудь на другом уровне, я бы получил стоп-лосс, и на этом все бы и закончилось. Есть определенные правила, есть определенные принципы, которых нужно придерживаться. Это понятно, Олег? Отлично. Итак, давайте мы с вами определим цели. для этого растянем расширение Фибоначчи на основе волны импульса и коррекции. Итак, первая цель была достигнута. Ну, на самом деле, это краткосрочная цель для краткосрочных сделок. нас как минимум, это опять же, как минимум, интересует цель на уровне 1.4990. Это как минимум. В данном случае соотношение 1 к 1. И последняя цель, третья цель, должна быть расположена на уровне 1.4910. Сейчас валютная пара торгуется по цене 1.5040, так что до наших целей все еще нужно подождать, набраться терпения. Если в течение сегодняшнего дня мы не увидим снижения, хотя вполне возможно, это еще на 50 пунктов ниже, до второй цели. А в дальнейшем, я думаю, что завтра, послезавтра мы уже сможем увидеть и достижение этой цели. Светлана спрашивает, почему нельзя соединить волну коррекции за два дня? Потому что, Светлана, есть определенные правила, по которым мы с вами определяем волны импульса, волны коррекции. Я еще раз напомню, мы с вами с помощью трендовой линии, соединяем минимум с максимумом каждого дня. На примере 30 ноября я соединил минимум с максимумом, после чего необходимо соединить максимум с минимумом и после чего необходимо опять же соединить минимум с максимумом. То есть по очередности. Все по порядку. С минимум до максимум, с максимум до минимум, с минимум до максимум и так далее. Понятно, Светлана? Олег пишет, если мы сегодня по фунту обновим максимумы, то тренд станет растущим по часовому графику. Да, совершенно верно, Олег, но вряд ли это случится. Вероятнее всего, что все-таки цена пойдет еще ниже и в итоге мы с вами получим свою прибыль. Далее, доллар США, швейцарский франк. По валютной паре доллар США, швейцарский франк вчера медведям удалось обновить минимум понедельника. Более того, сегодня медведям также удалось обновить минимум вчерашнего дня. У нас три дня с тремя минимальными ценами, на основе которых стало понятно, что на рынке произошла смена тренда. Будет дальше мы еще и не знаем, но завтра мы уже с вами должны будем определять вход в рынок на продажу по тренду. Но пока что, обращая ваше внимание, у меня есть открытый ордер на buy по предыдущему тренду с уровня 1.02.85 примерно. Ну и я дождусь своей цели. Стоп-лосс выставлен на уровне 1.02.20, а take profit как минимум я буду ждать на уровне 1.03.60 примерно. Давайте мы с вами определим волны импульса, волны коррекции. Итак, опять, Светлана, еще раз хочу обратить ваше внимание. С минимумом 30 ноября нам с вами необходимо провести линию тренда до максимума 1 декабря вчерашнего дня. И после чего с максимум до минимума. Вот он. Да, совершенно верно. Так что у кого открыты ордера на buy вместе со мной, я еще держу. И все-таки если мы увидим с вами укрепление доллара, то и увидим рост доллара по отношению к франку и увидим достижение наших целей. А пока что в рынке в ожидании. Далее доллар США и японская иена. По валютной паре доллар США и японская иена. Тренд бычий. Это мы с вами определили еще вчера. И также вчера после того, как состоялась необходимая нам коррекция с уровня 123 необходимо было открыть ордер на buy. Олег, вот еще хочу один раз подтвердить мои слова. Стоп-лоссы мы с вами выставляем строго по правилам. Есть определенные правила, принципы. Стоп-лосс я вчера выставил на уровне 122.60. И как видно, опять же, пару пунктов не хватило для того, чтобы получить стоп-лосс. Этим самым мы сумели избежать стоп-лосса. Цена развернулась. У нас даже на данный момент есть небольшая плавающая прибыль. Итак, моя цель на уровне 123.70 примерно. А пока что в ожидании. Далее. Австралиец, доллар, США. По валютной паре. Австралиец, доллар, США. Сегодня быки подтвердили, хотя не сегодня, вчера даже. Да, давайте я выделю те три дня, на основе которых нам понятно то, что началось рождение бычьего тренда. Во-первых, обращаю ваше внимание на то, что в понедельник 30 ноября быкам удалось обновить максимум пятницы. Этим самым подтверждая рождение бычьего тренда. А вчера, 1 декабря, после того, как быкам удалось обновить вновь максимум предыдущего дня, нам стало понятно то, что медвежий тренд закончился и у нас начался новый тренд, бычий тренд. Нам с вами сегодня необходимо будет покупать, покупать нам с вами необходимо будет после того, как состоится коррекция на 50%. Наша основная волна началась с минимум вчерашнего дня и завершилась на максимум сегодняшнего дня, после чего началось вот это снижение. Я выставил ордер на бай с уровня 0.72.85. Если с вами сегодня увидим достижение уровня 0.72.85, мы увидим покупку по тренду. Стоп-лосс необходимо будет выставить ниже уровня 1.072.10. В принципе, он уже у меня установлен. Больше, в принципе, нечего добавить. Если вам все понятно, подтвердите плюсиком. Если есть какие-то вопросы, пишите в чате. Идемте дальше. Рассмотрим валютную пару новозеландский доллар, доллар США. По валютной паре новозеландский доллар, доллар США, ситуация схожая. БКМ удалось сменить направление рынка. До этого у нас была медвежья тенденция, сейчас на данный момент бычья тенденция. Также 30 ноября БКМ удалось обновить максимум 27 ноября. А вчера, после того, как БКМ вновь удалось обновить максимум предыдущего дня, стало понятно, что на рынке состоялось рождение бычьего тренда. И то, что тренд продолжает развиваться вверх. Наша задача состоит в том, чтобы торговать по тренду. Для этого нам с вами необходимо определить тренд. Для этого нам с вами необходимо будет определить волны импульса, волны коррекции. на основе которых мы, конечно, с вами и определим дальнейшие действия с нашей стороны. А именно вход и выход из рынка. Мы с вами сегодня должны будем покупать. Опять же, это моя точка зрения. Это я так считаю. Я и могу ошибиться. Поэтому хочу вам напомнить то, что в мире нет идеальной торговой системы. В любом случае были стоп-лоссы, есть и будут. Но, учитывая то, что по данному методу нам с вами удается, во-первых, закрыть больше сделок по тейк-профиту, чем по стоп-лоссу. А учитывая даже то, что соотношение тейк-профит стоп-лосс больше, хотя бы 1,5, даже в 2 раза больше, то нам, конечно, в итоге удается получить хорошую прибыль. Сегодня нам с вами необходимо будет покупать. Я выставил ордер на buy с уровня 0.6630. Стоп-лосс ниже волны импульса на уровне 0.6560. Сейчас текущая цена 0.6662 примерно. И до нашего уровня еще необходимо около 30 пунктов. Идемте дальше. Рассмотрим следующую валютную пару. Доллар США, доллар канадец. Итак, по данной валютной паре тренд бычий. Это мы с вами определили еще вчера. Также мы с вами вчера открыли ордер на buy. У меня ордер сработал чуть позже. Сейчас текущая цена 1.3370. Плавающая прибыль в моем случае составляет около 20 пунктов. Стоп-лосс ниже уровня 1.3280. Давайте мы с вами определим волны импульса, волны коррекции. Также хочу обратить ваше внимание на то, что сегодня рынок дал в принципе еще один шанс тем, кто вчера не сумел войти в рынок на buy. С уровня 1.3360 сегодня можно было повторно войти в рынок на buy. Это для тех, кто опоздал. Стоп-лосс рекомендую оставить также на прежнем уровне 1.3280. То, что касается тейк профита, опять же, обращаю ваше внимание на то, что цена достигла первую цель. Как видно, этот уровень достаточно сильный. Вот уже на протяжении вчерашнего дня, сегодняшнего дня цена все-таки не может преодолеть. Сегодня были несколько попыток, но пока что не удается. Если все-таки мы увидим продаление этого уровня, следующая цель 1.3410. А последняя цель на уровне 1.3480. Николай пишет, на новозеландском долларе неправильно выставлено минимум и максимум 30 ноября. Давайте мы с вами вернемся. Что именно неправильно, Николай? Объясните мне, пожалуйста. Вы имеете в виду волны импульса, волны коррекции? Я так и не понял, о чем бы Николай, поэтому я дождусь пояснения с вашей стороны. Минимум 0.65131. Николай, мы говорим о какой валютной паре? Новозеландский доллар, доллар США? Ну вот, минимум 30 ноября 0.65133. А 0.65710 тут при чем? Итак, давайте еще раз по порядку. Видимо, не все поняли суть определения волны импульса, волны коррекции. Итак, для того, чтобы определить волны импульса, нам с вами необходимо с помощью трендовой линии соединить минимум с максимумом. На примере 30 ноября я соединю с помощью трендовой линии минимум с максимумом. Это всем понятно? Надеюсь, что да. На примере следующего дня, 1 декабря, я также соединю минимум с максимумом. Но, обращаю ваше внимание на то, что после того, как завершилась вот эта волна, бычья волна, началась небольшая коррекция. И эта коррекция оказалась ниже, чем минимум 1 декабря. Поэтому необходимо провести корректировку, брав расчет вот эту минимальную цену. Отлично, Николай. Отлично. Я надеюсь, что всем все понятно. Еще раз напомню, мы с вами, во-первых, должны соединить с помощью трендовой линии минимум с максимумом каждого дня. А потом, в случае, если необходимо, провести нужные корректировки. И вот только тогда у нас появятся правильные волны импульса и коррекции. Ну и рассмотрим металлы, золото и серебро. Но, то, что касается металла, золота, тренд все еще медвежий. Быки вчера пытались сменить направление рынка. В принципе, им вчера удалось подтвердить готовность к тому, что тренд окажется под их влияние. Но все-таки видно, что сегодня им этого не хватило. Тренд все еще остается медвежий. У меня открыт ордер. То есть у меня выставлен ордер на продажу с уровня 1063. Если мы с вами сегодня в течение дня увидим достижение уровня 1063, это уровень входа на сел по тренду. Стоп-лосс выше уровня 1075. Ну а цели нас в данном случае интересует последняя цель. Вторая цель нас не интересует. Почему? Потому что по данной цели мы с вами заработаем меньше, чем готовы потерять. Так что наша основная цель это 1040 примерно. 1039. Конечно, эта цель будет достигнута не за день, не за два. Но, тем не менее, это и есть та цель, к которой мы с вами все стремимся. Ну и давайте я опять же определю последние волны импульса коррекции вот так. И рассмотрим последний металл. Это серебро. По серебру тренд также медвежий. У меня открыт ордер на продажу с уровня 1414 примерно. Стоп-лосс выставил выше уровня 1440. И я надеюсь на то, что все-таки в итоге мы увидим снижение. На самом деле, как вы заметили, мы по всем валютным парам ожидаем укрепления доллара США. Если это случится, значит мы с вами получим по всем валютным парам одни тейк профита. Ну об этом мы уже поговорим в дальнейшем. А пока что, если у вас есть какие-то вопросы, пишите в чате. Нам осталось меньше трех минут. За эти три минуты я надеюсь, умею ответить на ваши вопросы. Если они, конечно, есть. Я пока что проверю свои позиции. Итак, у меня открытая позиция по фунту, плавающая прибыль. Открытая позиция по франку, плавающий убыток. Открытая позиция по иене, также плавающий убыток. По канадцу плавающая прибыль. И по металлу серебро, открытая позиция, плавающий убыток пока что. Общий результат пока что минус 16 долларов. Денис спрашивает, доллар США, доллар канадец, стейк профит какой? Итак, по валютной паре доллар США, доллар канадец. Я жду уровня 1.34.80. 1.34.80. Отлично. Ну что ж, видимо больше других вопросов нет. Пришло время прощаться. С вами, как обычно, был Сергей Багрей, менеджер-аналитик официального партнера компании Аль-Пари в городе Кишинево, Республика Молдова. Всем желаю хорошего дня, успехов в дальнейшем. До скорой встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok